Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Молодой, красивой, активной можно быть в любом возрасте. Самое главное, этого очень хотеть. Так кировчанка Лидия Шукалюкова говорит, и скучать, выйдя на пенсию, не собирается. Главный мужчина в ее жизни с этим полностью согласен и даже на танцы отпускает. Мужчине один год и четыре месяца, и он, как никто, знает, что бабушка в хорошем настроении намного лучше бабушки в плохом. А чтобы добавить в жизнь позитива, Лидия Шукалюкова в перерывах между занятиями со внуком стала активно отдыхать. Так же решила и Лидия Мецнер. Она себя спортивной девчонкой называет, динамовкой. На счету ее первый разряд по легкой атлетике. Лидия Мецнер с детства по жизни бежит и останавливаться не намерена. Заниматься я давно хотела, но дело в том, чтобы не было никакой возможности. Нравится мне все. Я вообще человек общительный. У нас эта компания очень хорошая, мы не сидим никогда на месте. Мы все куда-нибудь так хотим. Возможность появилась благодаря проекту 50+. Группы занятий спортом для тех, кому за, открываются в Кирове. В одной из них в центре местной активности Первомайского района на улице Профсоюзной занимаются танцами. Группу удалось открыть благодаря партнеру нашей радиостанции Вяткобанку. Получилось интересно, а что самое главное, бесплатно и рядом с домом, говорит кировчанка Людмила Рублева. Это вообще замечательно. И немаловажно, что бесплатно. Потому что у нас пенсия 10 тысяч. Мне вот недавно исполнилось 60 лет. Даже страшно. А вот что-то делаешь и забываешь про свой возраст. Про возраст забывают все, кто сюда приходит. Вспоминают только о том, как в юности танцами занимались. А потому и сейчас, по словам Лидии Шукалюковой, чувствуют себя молодыми. Очень довольна, очень счастлива. Во всяком случае, не буду сидеть дома. И у меня есть возможность где-то пообщаться с такими же, как я. Подвигаться больше. Потому что, ну, нехорошо смотреть на пенсионеров, которые вот уже, извините, раздобрели дать безобразие. Из-за того, что мало двигается. Пусть, может быть, кто-то на меня и обидится за такие слова. Но у нас одна забота у всех – только поесть. Очень приятно, что ребята вот такие молодые, заботятся о тех, кто в возрасте уже. Это же вообще просто душа поет, что у нас такая молодежь растет. Это Лидия Шукалюкова говорит о тренерах группы. Одна из них, студентка Оксана Соловьева, рассказывает, что приходят на занятия даже те, кому за 80. Да еще и современным танцам просят научить, чтобы на дискотеке мастерством блеснуть. Мы с вами заряжаемся этой позитивной энергией. Они просто нереально крутые. К ним приходишь. Вроде некоторые такие скромные, а тут они прямо раскрываются. Прямо удовольствие только с ними заниматься. Не сидят дома, не продавливают свиньеваны, как они уже несколько раз говорили. А наоборот, они танцуют вместе с нами. Драйв какой-то проявляется очень здорово. Занимаются в группе и мужчины. Они не только потанцевать сюда пришли, но и познакомятся. О том, как просто реализовать свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50 плюс